ЗОЖКИНЫ Ну, попробуй Съешь яблоко, сливы, лимон, апельсин Во фруктах и ягодах есть Витамин Это простая загадка Давайте посложнее Ну, давай Они берегут нас от всяких болезней Чем больше их в пище, тем пища полезнее Да, это опять витамины Да, это опять витамины Потому что мы на шутка сегодня будем Говорить о фруктах и овощах О-о-о Фрукты и овощи тают в себе много любопытного И многие из них совсем не то, чем мы привыкли их считать Например, тыква, дыня и арбуз Это ягоды Банан на самом деле трава, а не фрукт Это самая высокая и прочная трава Семейства орхидей И банан это ее ягода Самый первый овощ, который разрешен Младенцам, это брокколи Капуста не вызывает аллергии И содержит много витамина С Считается, что яблоки дают больше бодрости Чем кофе Потому что природный сахар действует мощнее кофеина А еще картофель и лук нельзя хранить вместе Они друг друга терпеть не могут И быстро начинают портиться Вот это да! Ну, значит, банан Это ягода травы? Ну, на самом деле, Мишутка, ботаники еще будут долго спорить Нам главное другое Что в них много витаминов и клетчатки Поэтому фрукты и овощи нужно есть каждый день Ну, например, те же самые каши Хорошо всегда есть с фруктами и ягодами Так они и вкуснее, и полезнее Ой, это я люблю Мне бабушка в кашу кладет печеные яблоки Ммм, объедение И правильно бабушка делает И сейчас к нам в гости придет Серафим И мы продолжим говорить о вкусностях Всем привет! Привет, привет тебе, Серафим! Доброе утро, Серафим! Мы сегодня обсуждаем витамины, овощи и фрукты Скажи, пожалуйста, а вот ты лично много ли ешь овощей и фруктов? Да Каждый свой завтрак я начинаю с фруктов А еще мне их мама кладет в школу в качестве перекуса А какой мой любимый фрукт ты сейчас, Мишутка, угадаешь в загадке? Да, ну попробуем Королевич из садов Всех порадовать готов Есть с румяненьким бочком И с веселым червячком Кругленькое с ямочкой Наливное Яблочко Правильно А овощи я ем за ужином А какой мой любимый овощ, ты тоже сейчас угадаешь в загадке Загадочку я люблю, давай И я хочу, и я хочу угадывать, давай Под зелененьким листочком Тонкий маленький хитрец Это с желтеньким цветочком Прячет тельце Огурец Огурец молодец Правильно Давайте продолжим говорить о витаминах Сейчас я вам покажу вот этот вот большой, прибольшой поднос и очень тяжелый А вы мне скажите Где здесь у нас есть витамин С в наибольшем количестве? Я знаю, я знаю где В апельсине В апельсине А ты как думаешь? А я знаю, что в киви в 10 раз больше витамина С, чем в апельсине Правильно, Серафим Именно киви рекордсмен по содержанию витамина С А зачем нам нужен витамин С? Для иммунитета, чтобы победить любую простуду Да, я когда простужусь, ем варенье из черной смородины В ней тоже много витамина С Нет, Мишутка, к сожалению, в варенье из черной смородины уже нет витамина С Почему? Потому что он очень легко разрушается при нагревании И мы его можем получить только из свежих фруктов и ягод Ой-ой-ой, то-то я думаю, почему ем варенье банками, а не выздоравливаю? Вот именно по этой причине Найдите здесь витамин А Сейчас поищем О-о-о, в морковке много витамина А, я знаю Ага Итак, версия Мишутки, морковка Морковка А твоя версия, Серафим? А еще витамина А много в любых овощах и фруктах красного и оранжевого цвета В овощах это помидоры, красный и оранжевый перец, тыква А в фруктах это абрикос, персик и дыня Гениально А следующий хитрый вопрос Зачем нам витамин А? А, я знаю, я знаю Без него бывает это, куриная слепота Да, это когда в темноте ничего не видишь Так А еще витамин А нужен для кожи, чтобы она была не шершавая, а гладкая, мягкая И тоже для иммунитета, как витамин С Серафиму всегда есть что добавить Ко мне тоже Так, а вот тогда еще один хитрейший вопрос А чем знаменит зеленый горошек? А, я знаю, а я знаю В нем, наверное, это, клетчатки много, чтобы кишечник работал активно Так, Серафим А моя бабушка говорит, что нельзя есть зеленый горошек на ночь Спать плохо будешь Ну, он долго переваривается Твоя бабушка абсолютно права, Серафим Действительно, бобовые сложновато перевариваются Их лучше не есть на ночь А утром и днем прекрасно Потому что в них, в том числе в зеленом горошке, много витаминов группы В А зачем нам нужны витамины группы В? А я знаю Витамины группы В нужны для сердца и нервов А еще витамины группы В Что их целых 12 В1, В2, В3, В4 и тогда В12 А еще, когда витаминов группы В не хватает Человек много плачет Точно! Именно так и есть И сейчас мы с вами продолжим изучать овощи и фрукты И я предлагаю поиграть в магазин Который так и будет называться «Овощи и фрукты» Будем учиться их выбирать А что их выбирать-то? Фрукты и овощи все одинаково полезные О! Ну, не скажи, Мишутка Вот, например, что ты купишь в магазине овощи и фрукты? Вот этот ананас Или вот эти яблоки Ух, яблоки мелкие Ананас? Ну, ананас, конечно, лучше, он большой А ты что купишь, Серафим? А я яблоки люблю, поэтому куплю яблоки И абсолютно правильно сделаешь Потому что яблоки только-только недавно созрели здесь, недалеко Их сразу привезли в магазин Поэтому они называются сезонные Они гораздо полезнее А ананас Долго везли из другой страны А потом он еще долго лежал на складе А витамины Не могут долго сохраняться Так и есть, Серафим Вообще, самые лучшие фрукты, овощи и ягоды Те, которые растут у вашей бабушки на даче Приехал, сорвал с куста Помыл, тут же съел Сплошные витамины Так, все Поселюсь у бабушки И все у нее съем прямо с кустов Только сначала, конечно, помою А сейчас продолжим тему яблок Вот, например, продаются в магазине овощи, фрукты, яблоки Вот эти наши И вот это Какое выберете? Ну, мне нравится большое и красивое вот это яблочко А как ты думаешь, Серафим? Может быть, их понюхать? Лучше потрогать Вот это Немножко скользкое А дайте мне потрогать Ну, держи Так Ну-ка Держи, Мишутка Да, действительно скользкое Почему? Если яблоко На ощупь скользкое или липкое Значит, его натерли дифенилом Это специальный консервант Ну, чтобы оно долго не портилось А есть этот консервант Скажем так Не очень хорошо Вот такое красивое яблоко Что, выбросить? Нет Можно просто-напросто срезать с него кожуру Либо помыть его с мылом Выбирая овощи и фрукты Внимательно их рассмотрите Не нужно брать овощи и фрукты С пятнами или трещинами Там может быть плесень И другие болезни растений С налипшей землей или песком Тоже не стоит брать В них могут быть паразиты Помятые и раздавленные плоды Также не покупайте Часто они подгнившие Если плоды слишком влажные Это тоже должно насторожить Продавцы иногда вымачивают их В растворе антибиотиков Для веса и увеличения срока годности И не храните овощи и фрукты В холодильнике долго Они могут и там портиться Вот это премудрость! Можно ходить с бабушкой в магазин И помогать ей все выбирать правильно Какое счастье твоей бабушке Что ты и есть у нее Дорогие родители На портале Роспотребнадзора Здоровая Дефис Питания Точка РФ Вы найдете подробную информацию О том, как правильно выбрать овощи и фрукты И как включить их в меню детей и взрослых И на этом сегодня все Ребята, вступайте в клуб Зошкиных! До следующей встречи! Пока! Пока-пока!